goodgame откуда знаешь вообще на самом деле совсем совсем маленьким у меня был рост метр шестьдесят не такой как сейчас два метра рост да очень много статей очень много различной информации читал именно на этом сайте черпал ее оттуда и плюс к тому же goodgame являлся какой-то такой не основной базой для стриминга для начинающих людей которые вообще комментируют и тому подобное я там тоже иногда бывал и вот оттуда именно непосредственно я знаю про эту стримерскую площадку но я ее называю стримерскую но по большему счету это же новостная площадка это общий портал и стриминговый и новостной а сейчас ты посещаешь goodgame честно только бары и рестораны goodgame большому сожалению пока что не посещаю но я думаю что если будет какой-то вот репортаж про меня оттуда я естественно буду первым человеком который зайдет на замечательный портал в случае будет видео интервью скажи как ты стал комментатором из баскетболистов волейболистов до в 16 лет есть такой замечательный человек как денис богуш его все прекрасно знают в беларуси основатель тарантула и вообще снг движения киберспорта меня заметил позвал на первый турнир который еще в то время назывался тех лапс он был в торговом центре столицы комментировал с человеком мировым которого зовут тав вы все прекрасно знаете уже оттуда начал черпать свои познания в киберспорте огромное ему спасибо дэн богуш ты большой молодец вот ну уже оттуда оттуда потихонечку помаленечку беларуси первый человек который начал заниматься этими всеми историями меня начали замечать меня начали приглашать ну и с этого вот все начиналось сейчас у тебя есть какое-то постоянное место работы да на самом деле это все очень смешно звучит я работаю во первых в ювелирном магазине я продаю золото и не основная у меня вторая работа назовем ее так нелегальная я ведущий корпоратива в свадеб торжеств в общем ребята я я не знаю что можно еще сказать но в любом случае я здесь на киберспортивном турнире комментирую кс как это все можно сложить думайте сами решайте сами для вас огромный ребус но занимаюсь практически всем где можно говорить в микрофон вот скажи ты работал как-то над своей речью тренировался какие-то методики может быть у тебя есть специальные методики речи на самом деле вообще никаких нет я человек который любит по балаболить в микрофон да я знаю что у меня есть какие-то речевые проблемы там дикция и прочее 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 нужно этим заниматься широко обширно но я не профессиональный комментатор не тот человек который говорит по 10 часов в сутки на камеру и к большому сожалению у меня нет даже времени чтобы заниматься своей речью но в любом случае я думаю что вы сможете разобрать то что я говорю так что в любом позитивном ключе это интервью должно продолжаться так что я не шепелявлю я не заикаюсь я говорю четко ровно букву r я выговариваю так что все в большом порядке но этим ребята нужно заниматься если вы хотите стать профессиональными комментаторами да и вообще теми людьми которых будет приятно слушать скажи ты хотел бы дальше развиваться как комментатор может быть найти постоянное место работы руха star ladder еще что-нибудь существует огромное количество талантов которые комментируют counter strike доту и прочие основные игры помимо меня лучше меня я не в свою тарелку знаете как говорится не лезут но в любом случае если вы был бы какой-то шанс проявить себя я бы естественно им воспользовался и хотел бы покомментировать какие-нибудь интересные другие турниры на больших хороших платформах также очень являюсь ярым фанатом такой игры как player on battlegrounds если она вырастет до чего-то большого киберспортивного такого массового например да то я вот хотел еще попробовать себя в этой дисциплине даже не как комментатор но еще и игрок профессионально потому что мы действительно очень хорошо получается расскажи какие турниры ты комментировал самые запоминающиеся может быть первый турнир быть самый крупный турнир чтобы вот такого запоминающегося но на самом деле я комментировал чемпионат мира но это была игра фифа 18 это было в прошлом году это был лондон лучший из лучших собрались на туманном альбионе выяснить кто же из них будет самым главным человеком по дисциплине фифа 18 на плойке на xbox и и вот это действительно очень интересно запоминающийся опыт потому что видишь когда молодые люди сидят и и делают по тысячам нажатий на геймпад до за минуту ты все это дело должен успеть откомментировать это ну действительно очень круто что касается больших крупных турниров в кс го в dota 2 то скорее все по доте это менеджеры но опять же я их толком не комментировал я был ведущим еще на телеканале гейм-шоу который сейчас е называется россияне должны это помнить и знать и смотреть этот телеканал вот но турниров было огромное количество всех и не упомнишь и опять же каждый турнир он по-своему очень интересный значимый выделить какой-то турнир я отдельным счетом не могу очень хочется попасть на турниры которые можно комментировать за пределами своего дома например эти как телеканала да где-нибудь выехать и вообще в другую страну да там например ту же самую америку вот это был бы запоминающийся турнир да но пока что таких у меня не было поэтому надеемся они будут когда-нибудь как ты думаешь вот вернемся к player unknown battleground уже прошли несколько турниров и комментаторы и observer особенно столкнулись с проблемой того что слишком много всего происходит действие и слишком сложно успеть ты вообще смотрел турниры как ты думаешь как ты оцениваешь комментирование в player unknown battleground с суть в том что даже иногда к сго очень трудно комментировать что к сго это очень быстро дисциплина точно такая же как и дота все вот эти замесы все вот эти столкновения на различных участках карты ну за этим очень трудно уследить чтобы вы понимали в player unknown battleground на одной карте играть не 10 человек на ней играть 100 и за ними всеми уследить ну это просто невозможно даже какими бы мы роботами не были в комментаторы делают максимум того что они должны делать но опять же скажу прямо все турниры по папку они сырые они будут дорабатываться это тысяча процентов я уверен в этом ну и все уверены в этом и самое главное что данной дисциплины действительно занимаются потому что вспомнил опять же дисциплину хизи h1 z1 да где проходили тоже кита инвитейшнл и этой дисциплины не занимается вообще никто она просто ну для меня она умерла до player unknown обновление постоянные борьба с читерами обновление серверов очень приятно стало играть в последнее время особенно поэтому я думаю что и до абзерверов доберутся причем они уже в последнее время очень хорошо изменились можно смотреть наблюдать вообще за всеми может смотреть реплеи делать какие-то выводы из своих ошибок поэтому я думаю что если непосредственно сама компания хочет развиваться в этом направлении хочет выходить на мировой рынок вот таких вот больших турниров например да там какие сель делают то я думаю это просто проблема времени они найдут как с этим бороться и самые смачные хэдшоты мы обязательно должны будем видеть мы надеемся что в твоем исполнении мы их не только увидим но и услышим что короткий блиц напоследок люблю эти все блицы ну-ка давай что-то подготовил только те вопросы которые я знаю потому что про кс гоу не знаю ничего good game или sk2 tv good game потому что я не знаю что такое sk2 tv ребята это проплачено спасибо пупк м416 или коллаж м416 бесспорно кар или sks sks если комментировать counter strike или dota 2 counter strike ребята в моем сердечке навсегда starcraft или warcraft очень трудный вопрос но по динамике игры все-таки starcraft хорошо спасибо тебе большое да удачи на турнире удачи в дальнейшей карьере какие-нибудь последние может слова напутственные спасибо большое тебе за прекрасное интервью good game развивайся расти цвети будьте большими молодцами играть ваши любимые игры ну и большой привет всем тем кто меня знает